добрый день уважаемые зрители и слушатели сами канал геоэнергетика инфы и я борис марсон кивич это проба пера попытка в экспресс режиме делать небольшие передачи посвященные каким-то экспресс событиям тема событиям которые никто не ожидал но которые могут оказать значительное влияние на энергетическую отрасль 23 марта у нас произошло действительно эпохальное событие владимир владимирович путина дал распоряжение в адрес правительства и концерна газпром о переводе торговли газом с недружескими странами в рублях по секрету конечно ко мне достаточно много обратилась самых разных сми по поводу того чтобы я дал комментарии что это значит как сильно изменится жизни вот сегодняшнего дня отвечают сегодняшнего дня никаких изменений не произойдет для того чтобы это понять надо во первых прослушать еще раз что сказал президент россии правительство в течение недели должно придумать как задействовать механизм торговли в рублях это тот минимальный срок в течение которого нужно что-то ждать ничего нового неожиданного все происходит в обычном традиционном режиме если появляется какой-то закон который надо применять на практике предположим принят закон который меняет формы расчетов за электроэнергию поступающую в частные дома и квартиры это не значит что на следующий день нужно будет уже как-то менять в плане нести новые платежки должны появиться подзаконные акты должен появиться распоряжение министерства энергетики потом это должно уйти в региональное отделение только после этого мария иванна работающая в окошке номер 7 предложит вам новую новый вид отчетности новую какую-нибудь анкету которую надо заполнять но никак не ранее вот после того как владимир владимирович заявление сделал в окошке номер 7 мари ванны просто нет она ждет когда поступит новая инструкция на деле это должно означать следующее наиболее адекватные комментарии сегодня уже успели дать главы компания юнипер и дух японских компаний которые честно сказали что мы не понимаем что это значит и они абсолютно правы потому что никто не знает что это значит для того чтобы поменять валюту расчета в долгосрочном контракте инициативу должен проявить поставщик то есть компания газпром она должна сообщить своим партнером из недружественных стран о том что в связи с тем то и тем то пункт такой-то договора должен быть изменен считать платежи валюта платежа не евро не доллар российский рубль получить которое можно по следующим инструкциям за той порой пока газпром не будет понимать что он может предложить своим европейским партнерам никаких писем партнером он направить не может что необходимо любой европейской компании для того чтобы приобрести газ за рубли прежде всего нужен счет на котором должны появиться рубли значит центральный банк российской федерации должен определить какие банки будут обслуживать такие сделки для того чтобы у европейских компаний появилась возможность с этими банками связаться и открытие рублевые счета что тоже какое-то время займут дальше должны очевидно появится какие-то изменения в режиме работы ммвб московской международной валютной биржи потому что те суммы за которыми будут приходить европейские компании я думаю значительно превышают обычные размеры сделок на ммвб и вот до той поры пока газпром не видит что он может предложить своим европейским партнерам никаких изменений не будет всевозможные эмоциональные скукореки раздаются оттуда откуда их следовало ожидать польша литва заявляют что работать в рублях они не будут до той поры пока они не получили никаких документов от газпрома их собственно говоря никто и не спрашивает если не читать конечно журналистов многочисленных сми которым хочется эту жареную утку как можно быстрее подать на стол своим читателям друзья сегодня мир очень быстро меняется но сфера айти остается самой востребованной и активно развивается работая айти специалистом вы независимо и можете работать из любой точки мира а ваши навыки универсальны и применимы совершенно в разных компаниях вы можете быть разработчиком как в банковской сфере в международном ритейле компании или например создавать новое приложение для госуслуг кроме этого специалисты войти зарабатывать достойные деньги и могут получать различные льготы и бонусы вы наверняка о них слышали команда skill factory разработала новый полезный онлайн айти рентген это тест который поможет вам раскрыть свои способности и попробовать новую профессию тест бесплатный он займет у вас всего пять минут сразу после прохождения теста вы получите доступ к бесплатному курсу и примерите на себя четыре самые востребованные профессии войти data scientist аналитик разработчик и тестировщик раскройте свои таланты проходите по ссылке в описании регистрируйтесь и проходите тест и самое главное обязательно приходите 29 марта в 19 часов на центральное событие онлайн встречу карта айти профессий на ней вы узнаете какая айти профессия подойдет именно вам узнаете какие профессии сейчас более востребованы с учетом меняющегося мира получите рекомендации по трудоустройству не только в россии но и по всему миру кроме этого вы получите много бесплатных полезных материалов например вы научитесь самостоятельно делать чат-бота сделайте свою первую игру на юнити и создадите аналитический дашборд переходите по ссылке в описании и найдите свое призвание войти прямо сейчас так что пункт первый нужно успокоиться не надо волноваться не надо торопиться будем ждать какие решения примет центральный банк как поведет себя газпром и вот тогда будем уже ждать реакцию со стороны потребителей европейского газа одно можно предсказать точно две немецкие компании основные партнеры газпрома в этой стране уже сейчас готовы работать в рублях немедленно через две секунды после того как закончил свое выступление владимир владимирович связано это разумеется с тем что все сто процентов акций этих двух немецких компаний принадлежат концерна газпром вот эти две немецкие компании вингаз вееха уже сейчас готовы работать рублях их не интересуют никакие дополнительные инструкции они готовы все остальные ну будем ждать известное заявление руководства болгарии что они готовы работать в рублях ничего плохого они в этом не видят известно заявление молдавии которая сообщила что уже следующий платеж за поставки российского газа это государство будет оплачивать рублях а все остальные ну ждут того какие письма будут получены из газпрома какие будут предложения реагировать европейские компании могут по-разному пункт 1 просто молча согласиться и выполнить те инструкции которые будут выданы центральным банком российской федерации открыть рублевый счет прийти на торги через соответствующих дилеров соответственно застраховав или договоришься с российскими банками о кредитах в рублях и продолжать получать газ пункт 2 поскольку в одностороннем порядке поставщик в лице газпрома меняет валюту платежа можно заявить что это одностороннее нарушение контракта и отправиться в какой-нибудь арбитраж благо все арбитражи на территории европы естественно примут решение в пользу европейской компании причем неважно о чем там этот иск главное что там есть с другой стороны российская компания которая заранее все проиграла на протяжении всего того времени пока будут идти эти арбитражные разбирательства пока наверняка газпром экспорт подразделение газпрома которая подписывает собственно говоря контракты на экспорт газа подаст апелляцию можно продолжать судиться писать письма платить юристам все это время газ разумеется поступать не будет с чем собственно говоря эти европейские компании можно будет поздравить других вариантов я пока не вижу возможно есть еще вариант договоренности европейских компаний с теми поставщиками в россию из их же стран которые получают расчет за свою продукцию или за свои услуги в рублях тогда можно будет не прибегать к помощи российских банков не надо будет обращаться с просьбами аккредитования и так далее это что касается узкой части то есть от того что должно происходить в максимально сжатые сроки но для тех кто слушал внимательно владимир владимирович помнят что фраза у него звучала отнюдь не только о газе но и обо всех товарах производимых в россии о том что получать расчет за эти по за поставки этих товаров на экспорт в ненадежных валютах которыми как сейчас мы все видим являются евро и доллара нельзя вероятнее всего это будет означать что в обозримом будущем состоится переход на расчеты в рублях за российские металлы за российский лес за российское зерно за российскую нефть и тогда все это будет уже действительно чем-то эпохальным если говорить об общем значении всего что происходит уже поступили данные за 2021 год общий оборот товаров сырья если уж точнее мировой торговли составил 7,2 триллиона долларов сша из них 3,1 приходится на долю нефти и газа такая вот у нас статистика можете приблизительно посчитать что что означает если брать сумму стоимость российского газа поступающего в европу чтобы было удобнее считать тысячи долларов тысячи кубометров приблизительно такими были цены в долгосрочных контрактах соответствии с теми данными которые в январе 2022 года подала федеральная таможенная служба сделках газпрома поставка газпрома в европу и если предположить что объемы поставок европы будут на прошлогоднем уровне то есть порядка 150 миллиардов кубометров это вот если это будет поставлено за рубли то соответственно 150 миллиардов долларов на такую сумму торговля сырьем в долларах пострадает если говорить всего валюте платежей при поставках сырья именно о поставках сырья потому что есть еще всевозможные фьючерсные сделки и прочего но 7,2 триллиона это оборот именно физического сырья то есть не бумажных сделок не фьючерсов не форвардов не прочего что там еще успели господа финансисты придумать сказать что это значительно серьезный урон долларовой торговли нельзя но если рассматривать доллар как фундамент мировой торговли то трещина появилась с чем собственно говоря всех поздравляю потому что на долю доллара и евро вот этих 7,2 триллиона долларов прошлогоднего сырьевого оборота почти 90 процентов это как раз сделки в долларах и в евро из них 81 в долларах уход достаточно видимой величины за счет того что поставки из россии будут осуществляться за рубли это означает действительно изменение глобальной экономической системы доллара и евро действительно становятся не какими-то выдающимися воротами а постепенно значение их снижается до тех уровней которые будут определять не только страны которые называют себя сами себя развитыми странами но и все другие потому что три четверти планеты в своем распоряжении имеют глобус который сильно отличается от того глобуса который стоит на столе в белом кабинете и в кабинетах еврокомиссии в городе стразбурге уже начаты переговоры о появлении о выстраивании механизма расчетов за поставки из россии в индию либо это будет пара доллар рубль рупия либо это будет пара рубль юань переговоры только начаты но есть надежда что завершаться не успешно поскольку и индия заинтересована в российских поставках и россия заинтересована в появлении альтернативных потребителей нашего сырья никем не подтвержденная версия подчеркнута из блумберга из файнэншн таймс о том что саудовская аравия начала переговоры с китайской народной республики о поставках нефти за юани может быть это получит подтверждение то есть на мой взгляд тенденция хорошая не выглядит она как некая революция весь мир разом отказывается от доллара но постепенно его доля в мировом товарообороте в оплате сделок с реальными товарами будет снижаться на мой взгляд это означает что мы действительно постепенно поэтапно без рывков без революционных изменений уходим от однополярной системы мира движемся в сторону многополярной напомню что активизированы все переговоры внутри е а с евроазиатского экономического сообщества о том чтобы произошел отказ от работы с недонежными валютами уже есть соглашение между россией белоруссии что в торговле углеводородами мы отказываемся от оборота доллара переходим на пару российский рубль белорусский рубль постепенно поэтапно небольшими какими-то участками изменения начаты и я считаю что в том случае если будет реализовано распоряжение президента россии в адрес правительства и концерна газпром этот процесс будет идти немножко активнее мы быстрее увидим результаты попытки построения многополярного мира вот такие размышления вслух вот такое небольшое размышление о том что если все будет хорошо мы увидим где-то через неделю может быть полторы после выступления президента на совещании правительство российской федерации всем спасибо за внимание не забывайте подписываться на вас не забывайте делать репосты ваших социальных сетях на его очередной раз напоминаю что проект геоэнергетика инфы существует только исключительно за счет вашей помощи уважаемые зрители и слушатели всем спасибо за внимание спасибо за внимание а Субтитры создавал DimaTorzok